Одна из обсуждаемых тем у россиян – это запрет на турецкое. Продуктовая эмбарго в отношении Турции уже в силе. Всего в списке 17 позиций. С нового года в Россию запрещено ввозить некоторые овощи и фрукты. Также вне закона оказались турецкие тушки, кур, индюшек и соль. Под запретом и прием на работу граждан Турции, для которых, кстати, вводится визовый режим. Такое же продэмбарго вводится и в отношении Украины. С 1 января вступил в силу закона запрета на ввоз в Россию некоторой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Украины. Перемены коснутся и тех, кто принимал эти законы, то есть чиновников. В первую очередь это ограничение на роскошь и увольнение каждого десятого государственного служащего. А около 700 тысяч граждан страны затронет повышение роста минимальной зарплаты. Теперь мрот составляет 6201 рубль. Но вместе с тем вырастает пеня за просрочку коммунальных платежей. Штраф для не оплативших вовремя услуги ЖКХ увеличится в 2,5 раза. А вот сами управляющие компании в случае оказания некачественных услуг или неверно начисленных квитанций будут обязаны оплачивать штрафы в пользу пострадавших жителей. 50% от несправедливой начисленной суммы и 30% от стоимости неполноценно оказанной услуги. С нового года вступили в силу и штрафы со скидкой. В 2016 году водителям разрешают оплачивать половину суммы штрафа ГИБДД, но только в течение 20 дней с момента составления протокола, то есть скидка за оперативность. Правда, не распространяется она на ряд серьезных нарушений, таких как вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости более чем на 40 км в час, езду по встречной и проезд на красный свет. Для будущих же автолюбителей заработают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Это дополнительные вопросы при промахе в теории и дополнительные упражнения на площадке. Еще подорожают билеты на поезда, изменятся правила продажи алкоголя. С начала года заведением общественного питания для продажи спиртного необходимо фиксировать факт его закупки в единой государственной автоматизированной информационной системе. Как известно, из-за неготовности работать по новым правилам, многие рестораны и бары могут лишиться права продавать алкогольные напитки. Также с 1 января возросли ставки на некрепкий алкоголь, табак, автомобиль и бензин. Изменения в стране произойдут и благодаря закону, запрещающему при трудоустройстве граждан дискриминацию по признаку инвалидности. Для предпринимателей вступает в силу мораторий на плановые проверки малого бизнеса вплоть до конца 2018 года. И о приятном отпускникам вернут деньги, потраченные на отдых в России. С 2016 года вступает в силу закон о компенсации средств, затраченных на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. Потраченные на путевку деньги можно будет вернуть практически в полном размере.